Я мог стать кем угодно Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом И стал, потому что всегда был свободным Альфа-банк для умных и свободных И так, всем привет, канал про моторы Сегодня начнем собирать вот этот двигатель Это у нас Mercedes-Benz OM501 Этот двигатель снят вот с такой машины И имеет вот такие технические характеристики Это машина моего подписчика из Оренбурга Пригнал на ремонт То есть у меня ремонт двигателя Ну и также еще будет ремонт коробки Значит, разбор этого двигателя есть у меня на канале Кто не смотрел, кому интересно Ссылку оставлю в описании под этим роликом Так, значит, приступая к сборке Блок у меня уже помыт То есть почистил его корщеткой Продул несколько раз Также помыл соляркой Помыл в мойке струйного типа Также потом еще снова чистил корщеткой Проблема ржавчины у меня никуда не делась То есть я его достал из мойки И он у меня сразу прошел ржавчиной То есть я его забрызгал специальной смазкой Пусть немного она впитается, так скажем Пусть немного ржавчины раскиснет Потом я его притру еще ветошью Потом еще все равно буду отмывать Так как у нас сейчас блок поедет на станочные работы Значит, по станочным работам что будет сделано Ну, в принципе, все, как я и говорил Первое – это проточка постели под коренные вкладыши Второе – это проточка втулок распредвала Замена втулок и проточка То есть их тоже нужно протачивать Все протачивается на станке Ну и также под вопросом было Поедет блок на проточку Привалочной плоскости головы блока цилиндров И по итогу я решил все же его отправить на станок Потому что видим, вот как бы самое такое проблемное место Вот в этом, получается, на этом цилиндре Где у нас водяной канал То есть тут есть такая коррозия Вот, она в принципе не глубокая Я думаю, буквально там десятка-полторы Но все равно лучше это все сделать Потому что как бы у нас идет капитальный ремонт двигателя Чтобы потом не было проблем, допустим, с те что-то соло Или там, чтобы дальше не продолжалась какая-то коррозия и так далее Я думал сначала, что оставить так В принципе, оно как бы еще, наверное, походило, я так думаю Но все же было принято решение Что блок поедет на проточку Привалочной плоскости головы блока цилиндров С этой стороны состояние блока получше Но также вокруг вот этих водяных каналов Есть коррозия Вот в этом месте, в этом месте А вот на этом цилиндре Тут вообще есть вот такие вот как вмятины Я даже не знаю, как это объяснить Что тут делали Такое ощущение, что как будто какие-то удары были Или как будто пытались там, не знаю, головку как-то доставать В общем, нет у меня объяснения Просто есть какие-то вот такие вмятины То есть в любом случае тоже их нужно будет пройти Значит, получается, сейчас мне нужно достать вот эти направляющие Снять табличку Потом закажем новые заклепки Я табличку обратно посажу Значит, блок сначала поедет на завод Где проточит вот эту плоскость Потом он поедет в другое место Там будет коленвал, распредвал И посадочное место под гильзы То есть на высоту, которую снимут Вот эту плоскость на эту же высоту Нужно будет посадить гильзы ниже Ну и также по поршням будем смотреть уже по факту Когда уже будут установлены гильзы Когда уже будет установлен коленвал Установим пару поршней Сделаем замеры Если они у нас как бы в пределах нормы То тогда поршня не будем трогать Не будем их подрезать Если не будет в пределах нормы То тогда придется каждый поршень На токарном станке снимать Там величину, которую сняли вот с этой плоскости То есть там две десятки, три Как получится Но все это я уже делал То есть есть у меня уже на канале Ремонт ОМ-501 двигатель И вот буквально не так давно Мне заказчик, подписчик, которому я делал 501 двигатель со мной связывался И в общем сказал, что у него пробег уже 150 тысяч километров Что в принципе все нормально Машина ходит, проблем нет Получается с этим двигателем у нас будут проделаны Все те же самые работы Подготавливаю блок Достаю вот эти направляющие, как я сказал И снимаю табличку Ну и в принципе все У меня уже почищены Однократно продут Но также еще уберу вот эту смазку Которая у меня тут имеется И в принципе все Блок у нас готов к станочным работам Значит также на станочную работу У нас поедут головки блока цилиндров На плоскошлифовальный станок Тут видим вот такая есть И выработка, и коррозия В общем все сразу Ну все как обычно От кольца, где у нас вот прокладки Кольцо уплотнительное В этом месте получается всегда есть вот такая вот яма Также у нас поедут на проверку ПДЛ-секции Приготовил их Также помыл, почистил На проверку поедут форсунки Тоже упаковал их И также на станочную работу У нас поедут шатуны Тут у меня штаны лежат С другого двигателя В общем в ремонте у меня находится еще один двигатель Там проблема с блоком Также проблема с одним шатуном Поэтому эти два штана тоже у нас поедут На станочные работы Вот таким образом подготовил шатуны Упаковал их По шатунам значит будет проверка Если с ними как бы тут все хорошо То тогда будем восстанавливать втулки Ими замена втулок проточкой Если у нас проблема вот с этой плоскостью С этим местным посадочным То тогда вероятнее всего будут новые шатуны Тут у нас идет колотый шатун Восстановить как бы очень проблематично То есть вывести эту плоскость В общем они одноразовые получаются Еще скажу что это двигатель 2002 года выпуска Вот на блоке даже есть дата На данный момент пробег этого двигателя Миллион километров Чуть более миллиона километров И это первый капитальный ремонт Мы возможно снимали там головку блока цилиндров Вот допустим На четвертом цилиндре точно снимали Да потому что остались у нас тут какие-то вот вмятины, следы То есть какие-то головки возможно снимали Возможно снимали топливную там, ПДЛ секция, форсунки и так далее Но именно чтобы весь двигатель разбирать Такого еще не было Вот ну и также хочу сказать Что головки еще не были на плоскошлифовальном станке На каждой головке есть следы от резца От заводской проточки То есть все шесть штук Даже если снимали какую-то головку То просто меняли прокладку И ставили головку обратно То есть головки еще на плоскошлифовальном станке не были Вот значит сейчас вставлю кадры Какие работы у меня уже были проделаны Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И блок у нас уезжает на станочные работы. Продолжение следует... 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 Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Значит, прошло у нас какое-то время. Блок у нас наконец-то уехал на станочные работы. Также у меня уже готовы головки блока цилиндров. Приехали с плоскошлифовального станка вчера. Также вчера вечером их почистил корсчеткой. То есть, видим, все они у меня чистые. Нигде никакой ржавчины, никакого нагара. То есть, все полностью вычистил. Снаружи вычистил, также тут сами каналы вычистил. То есть, все как бы продул. Головки у меня готовы к ремонту. Также у меня уже есть новые клапана и втулки, направляющие втулки. То есть, это одни из немногих запчастей, которые уже есть в наличии. Ну, потому что, как я уже, не знаю, ранее вроде говорил, что у заказчика какие-то проблемы с деньгами. И получается уже скорый месяц, как у меня двигатель разобран, а у нас еще даже не заказаны никакие запчасти. То есть, ну, вот минимум заказали. Там, допустим, клапана заказали, чтобы у меня продвигалась работа. То есть, притирать клапана, это тоже как бы у нас такой трудоемкий процесс. Наверное, дня три это у меня займет примерно, думаю, так. Тем более, тут замена всех втулок идет, притирка клапанов. То есть, заказали клапана, но клапана у меня пока только есть впускные и выпускные. Пятого клапана у меня еще нет. Пятый клапан у нас будет только через где-то дней 10. Ну, это ладно, я, в принципе, притру пока клапана. Потом, когда у меня придет клапан декомпрессии, тогда еще, получается, придется мне поработать с головками. Вот, то есть, вот такая у нас не очень хорошая ситуация с этим двигателем. Получается, двигатель уже месяц как разобран. Сегодня у нас 10 число. Двигатель я начал разбирать примерно 12 числа прошлого месяца. Ну, получается, вот у нас уже через пару дней будет месяц, как двигатель разобран. И, получается, у нас еще не заказана большая часть запчастей. Значит, что еще хочу сказать. Не знаю, когда выйдет это видео. Наверное, уже будет там осень, а может вообще начало зимы. Вот, но хочу обратиться к подписчикам, то есть, что хочу вас попросить. То есть, получается, что у меня видео набирает все меньше и меньше просмотров. То есть, вроде как бы я стараюсь, снимаю, монтирую, качество видео держать на приемлемом уровне освещения и так далее. Если вот вы первые смотрите, допустим, сегодня вышло видео, вы первые, одни из первых смотрите, то не поленитесь нажать лайк, написать комментарий, любой комментарий, неважно какой, там может даже просто, не знаю, там во дворе трава, на траве дрова и так далее, и поставить лайк. То есть, получается, YouTube по вашей реакции смотрит, продвигает видео дальше или нет. Ну, то есть, он ориентируется на вашу реакцию, и чем больше каких-то реакций с вашей стороны в виде лайков, комментариев и так далее, то YouTube больше продвигает это видео. Ну, такие алгоритмы YouTube, как бы, с этим ничего не поделаешь. В принципе, такие элементарные вещи от вас, которые не требуют абсолютно никаких усилий, тем более поставить лайк, это как бы время одной секунды пальчиком тыкнуть. А для моего канала это, можно сказать, смысл существования, как бы, всего канала, да? Вроде бы стараюсь, вроде бы трачу столько времени, столько с моей стороны идет усилий. Поэтому попрошу поставить лайк, написать комментарий, любой комментарий, это очень важно для продвижения видео. Итак, значит, дальше приступаю к ремонту головок, будет замена направляющих втулок, то есть, будем менять все втулки, впускные, выпускные, будут установлены новые клапана. Тут у нас полный комплект новых клапанов, коробки по два клапана, и еще два клапана отдельно пришли, вот в такой упаковке, но они тоже фирмы ТРВ, точно такой же фирмы, только немного другая упаковка. Все, значит, распечатываем клапана, втулки, выбиваем старые втулки, забиваем новые. Нужно будет прошуршить седла, то есть, если мы меняем втулки, то обязательно снимать и рабочую фаску, прошуршить седла, ну и приступать к притирке. То есть, как я уже говорил, на это у меня уходит где-то дня три, чтобы притереть такое количество клапанов. Ну, сейчас покажу, буквально начало. Весь процесс, конечно же, снимать не буду. С одной головки только выкрутил вот этот стаканчик, который у нас идет под форсунку, то есть, там внутри у нас стоит форсунка, а понаружу он омывается тасовым, охлаждающей жидкостью. Вот тут у нас стоит уплотнительная резинка, видим, что она у нас уже вся деформирована, тут уже ее начало разъедать, то есть, нужно заменить нам эти резинки. Сейчас с остальных пятиголовок выкручиваю эти стаканчики под форсунки, также их нужно будет почистить, резьбу прочистить, обезжирить и так далее. Все, значит, вот такой у нас объем работ, приступаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наношу пасту, паста Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И пока ждем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а дальше уже покажу готовые головки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Был заказан комплект прокладок Полный комплект прокладок на двигатель Фирмы Erling Пришел комплект прокладок Но он был скрыт То есть верхняя пленка была снята Скрыл эту коробку Посмотрел там в общем Какие-то прокладки у нас Такое ощущение что их заменили Прокладки под кожух муховика Там были фирмы Не Erling, а фирмы Victor Rains Ну и также под головку Блока цилиндров там были прокладки Такого не очень хорошего качества Но я имею ввиду они так же Erling Ну не те в общем которые я хочу поставить вот то есть есть вероятность что их просто поменяли скорее комплект прокладок и поменяли то есть это чему говорю что там я туда я должен был взять нас съемные колпачки и сейчас бы я мог установить масса съемные колпачки и собрать головки вот но этот комплект прокладок отправили обратно то есть не знаю отдельно все будем заказывать или перезакажем другой комплект прокладок то есть не знаю посмотрим вот ну и также у меня еще нет нового клапана декомпрессии то есть также жду их эти шесть штук клапанов новых то есть пока все это убираю в сторонку и начну заниматься двигателем 2 15 есть у меня еще не двигатель также подвисся февраля месяц он находится у меня в цехе то есть 2 февраля он приехал ко мне в цех начал его разбирать где-то в начале марта на то двигатель у меня есть уже все запчасти то есть я сейчас начну там также мне нужно будет потерять головки там еще какие-то работы проделать брать-то двигатель но этот у нас остается уже на август месяц то есть август сентябрь не знаю там по коробке еще много работы также по двигателю то есть дом машина выйдет с ремонта в сентябре в октябре в ноябре может вообще уже зима будет но очень это посмотрим ты значит вот так рассказал как у нас обстоят дела с ремонтом двигателем 501 ну и получается что у нас сейчас будет перерыв ремонте двигателя месяца полтора я думаю примерно так может два значит наконец дождался я блок с момента разбора двигателя прошло уже четыре месяца даже немного больше блок у нас только сейчас приехал со станочных работ и я приступаю к сборке значит что делали с блоком блок ездил на парточку втулок расплитвала замену парочку толок расплитвала на восстановление постели под коренные вкладыши на парточку привалочной плоскости гпбc и на парточку восстановления плоскости посадочной гильзы под регулировочное кольцо значит привезли блок тут очень много было установке уже такого предварительно продул самую большую стружку теперь моя задача его полностью прочистить все каналы там где-то продуть где-то прочистить и так далее масляные каналы имеется ввиду сейчас буду скрывать все вот эти заглушки масляных каналов продувать прочищать ёршиком там соляркой воздухами тогда все запчасти у меня уже есть но насколько я сейчас могу помнить сколько я сейчас могу судить все запчасти у меня уже есть но по ходу будем смотреть возможно что-то упустили что-то забыли и так далее потому что как я уже сказал столько времени прошло очень сложно все это время держать в голове всю эту информацию сейчас будем заново все это вникать во всем этом разбираться все значит приступая подготовки блока ну и дальше по ходу а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»